С нового года в Казахстане вводятся несколько новых изменений, связанных с выплатой налогов, единых платежей, социальных пособий. С января 2024 года в стране также вносятся нововведения в налоговый кодекс. В серии выпусков личных финансов расскажем, к чему готовится казахстанцам, что нужно знать об основных и главных изменениях. Так, с 1 января 2024 года казахстанцев ждут изменения в пенсионной системе. С этого времени накопительная система Казахстана будет дополнена обязательными взносами работодателя. Обязательные пенсионные взносы работодателя будут перечисляться за счет собственных средств предприятия и только за тех сотрудников, которые родились после 1 января 1975 года. Величина новых взносов рассчитывается от ежемесячного дохода каждого работника. Итак, как рассчитывается величина обязательных пенсионных взносов работодателя? Он складывается ежемесячно, исходя из дохода каждого работника. С 2024 года – 1,5%, с 2025 – 2,5%, с 2026 – 3,5%, с 2027 года – 4,5% и с 2028 года – 5%. При этом ежемесячный доход работника должен быть не ниже минимального размера заработной платы и не должен превышать 50-кратный размер минимальной заработной платы. Для работодателей, налоговых агентов, доля пенсионных взносов в ставке единого платежа с заработной платы работника составит с 2024 года 7%, с 2025 – 10,5%, с 2026 – 14,1%, с 2027 – 17%, а с 2028 – 19%. В статье налогового кодекса определено, что налоговый агент – это индивидуальный предприниматель, частный нотариус, частный судебный исполнитель, адвокат, профессиональный медиатор, юридическое лицо, в том числе юридическое лицо-нерезидент, на который в соответствии с налоговым кодексом возложена обязанность по исчислению, удержанию и перечислению налогов, удерживаемых по источнику выплаты. Перечисление взносов будет производиться работодателем путем безналичных платежей. Частные предприниматели и ИП, не имеющие счетов в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, производят взносы наличными деньгами в банк для их последующего перечисления в единый накопительный пенсионный фонд. Таким образом, в Казахстане продолжится поэтапное увеличение пенсионных и страховых выплат с привязкой к стажу участия в системе накопления. Выплаты за счет обязательных пенсионных взносов работодатели начнут получать работники, которые выйдут на заслуженный отдых только в 2038 году и позже. Пенсионные накопления за счет ОПВР являются условно накопительными, то есть они не являются собственностью работника, не наследуются, не могут быть переведены по выбору вкладчика в управляющую компанию для доверительного инвестиционного управления и или в страховую организацию для покупки пенсионного аннуитета, а также на них не распространяется государственная гарантия сохранности пенсионных накоплений. Также, по данным Комитета госдоходов Министерства финансов, со следующего года будет использоваться повышенный минимальный расчетный показатель при исчислении налогов и других обязательных платежей в бюджет. С 1 января 2024 года установлен размер минимального расчетного показателя в сумме 3692 тенге. Данный размер установлен законом о республиканском бюджете на 2024-2026 года от 5 декабря 2023 года. В соответствии с налоговым кодексом, минимальный расчетный показатель применяется при исчислении ряда налогов и других обязательных платежей в бюджет. Также по поручению Касым Жумар Татокаева с 1 января 2024 года повысится размер минимальной заработной платы с 70 тысяч до 85 тысяч тенге. В первую очередь увеличение МЗП повлияет на суммы социальных платежей в 2024 году. Благодаря росту этого показателя вырастут доходы около 1 миллиона 800 тысяч наемных работников, которые трудятся во всех отраслях и на предприятиях различных форм собственности. В том числе зарплата вырастет у 350 тысяч бюджетников. МЗП повлияет на сумму. МЗП повлияет на сумму. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...